Всем привет! В ближайшие 30-40-50 минут мы будем с Романом спорить о пользе и вреде франшиз. Это новое шоу, которое мы посмотрим, насколько вам понравится, где я буду спорить время от времени с людьми, которые чего-то добились в отрасли. Роман, очевидно, добился в сфере построения франчайзингового бизнеса. У него 20 лет опыта, а у меня неделя подготовки. Посмотрим, что получится и насколько нам удастся победить друг друга в дискуссии. Я его сделаю. Привет, Сергей. Сначала возьмешь слово «ты». Скажем, 5-7 минут ты поговоришь о том, почему франшиза – это офигенно хорошо и почему стоит этим пользоваться, почему ее стоит создать, развивать и так далее. Потом то же самое сделаю я. 5-7 минут поговорю. Будешь хейтить. А потом мы с тобой уже пообщаемся в диалоге. Итак, почему франшиза – это хорошо? Во-первых, есть две стороны процесса – это покупатель и продавец. Ну, постараюсь и для тех, и для других рассказать о пользе франшизы. Во-первых, и для тех, и для других франшиза сильно уменьшает риски. То есть, когда вы начинаете свой бизнес, известная статистика в Украине, к сожалению, 90% бизнесов, они умирают через год, не прожив и год. Потому что, чтобы перейти, как это называется, из нуля к единице, от нуля к единице, нужно, ну, прям сверхусилие. У тебя должно поучиться, у тебя должно повезти. Ты должен научиться и продавать, и продукт свой предложить рынку таким, чтобы его рынок принял, и много-много чего другого. Тот опыт, который ты можешь купить с помощью, собственно, франшизы. В Америке, если просто мы смотрим на, ну, не только на Украину и СНГ, а и на другие страны, то есть Америка, Европа, там уже гораздо меньше людей стартуют свой бизнес самостоятельно, потому что они понимают, что можно его, этот опыт купить. Это как, знаешь, ты можешь, конечно, создать свой телефон, но ты покупаешь там iPhone, например. Или ты можешь там сам себе лечить зубы, но ты идешь к стоматологу. Франшиза – это нечто подобное, она снижает у тебя риски, потому что, когда ты начнешь у себя копаться в зубах, шансы, что ты себе навредишь, они, ну, огромные. То же самое в бизнесе. Поэтому, если вы к бизнесу относитесь как к ребеночку, вот вы хотите что-то построить, вырастить, вот как этот картуз, он будет больше, 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 там будут денежки расти, ну, пожалуйста, создавайте сами. Имейте в виду, что просто шансы на успех, они, ну, 10%. Если вы к бизнесу относитесь как к бизнесу, то есть к средству зарабатывания денег, конечно же, как к интересному времяпровождению, самореализации, то франшиза эти вещи, наоборот, усиливает. То есть ты получишь такую же самореализацию, получишь возможность заработать деньги, просто с гораздо меньшими рисками. Это главное. То есть меньше рисков, не отсутствие, меньше рисков, потому что франшиза, ну, все равно риски есть. Это бизнес, это жизнь, у тебя тоже может не получиться. Ну, с гораздо меньшей, скажем так, вероятностью. То есть, как следствие, ты меньше теряешь деньги, потому что я общаюсь с большим количеством предпринимателей, и когда я у них спрашиваю их цифры в начале, их цифры там спустя год, два, три, когда они приходят уже к франшизе, они называют, ну, то есть, условно говоря, на старте мне клиент стоит там тысячу гривен. А сейчас сколько стоит? А сейчас 200. Ну, то есть они за год в пять раз уменьшили стоимость клиента. Так вы можете, как покупатель этой франшизы, сразу получить клиента за 200 гривен, а не за тысячу. То есть вы меньше тратите. Это относится ко всему, не только к текущим расходам, но и к инвестициям, ко всему на свете. То есть вы получаете возможность быстрее научиться, то есть буквально, знаете, в твой мозг будет бизнес загружен сразу же. Это если, конечно, франшиза хорошая. Тут, я уверен, ты мне накидаешь, что не все франшизы хороши, это правда. Как и все в этом мире, есть плохие компьютеры, есть плохая еда, есть плохие люди, которые делают плохие вещи. Или просто они неопытные, да, и, соответственно, вещи получаются не очень профессиональными и качественными. Для тех, кто создает франшизы, эта штука может снять с них тоже риски развития бизнеса самостоятельно. Представьте, вы решили строить сеть. Ну, то есть, если вы действительно видите свой путь как предпринимателя, а не ремесленника, то есть ремесленник это, который вот там создал свою кофейню маленькую, помнишь этого чувака в Азии, который получил Мишлен за свой стритфуд, вот он всю жизнь занимается этим и даже получил такую невероятную награду. У него отобрали потом, но это уже другая история. Вот он ремесленник. А те, кто хотят строить сеть, у них какой выбор есть? Они могут строить сеть самостоятельно, то есть открывая свои, например, филиалы, заведения, магазины, офисы в разных городах, странах и так далее. Но это расходы. И откуда ты деньги будешь брать? Ну, например, из прибыли своей. Или из своих даже денег часто приниматели достают, знаете, из дома вынимают, условно говоря. Инвестора можешь прилечь, долю отдать ему, кредит взять. Но всего есть свои какие-то, ну, обратная сторона. Проценты платить, с людьми ругаться, друзей, если я одолжил, можно. Поэтому лучше идти по пути франшизы, когда вы привлекаете независимых предпринимателей, которые инвестируют, по сути, в твой бизнес деньги, открывая при этом свой. Поэтому ты таким образом тоже снижаешь эти риски. Естественно, это выгоднее. Вот недавно было это шоу, о котором я тебе перед записью рассказывал, батл между франшизи Додо Пиццы и Федором Овчинниковым. Это основатель компании Додо Пиццы. Это, я считаю, одна из лучших франшиз в СНГ. Если кто-то не знает, это российская компания, которая сейчас присутствует в 15 странах мира. Очень крутые ребята. И вот у него произошел конфликт с франшизи. И вот на этом, ну, детали конфликта, это сейчас менее важно, но он, Федя, рассказывал, почему им невыгодно развивать свою сеть. У них из 750 пиццерий, только 30 собственных, он говорит, корпоративная сеть нам дает рентабельность 5-10%, свои точки. А наша управляющая компания, которая занимается развитием франчайзинга, 30%. То есть, значительно выгоднее. У Макдональдса всего 8% ресторанов из 38 тысяч собственных, у Сабве из 42 тысяч ресторанов, это самая большая сеть в мире, нет ни одного собственного. То есть, это просто в современном мире, тем более, уже бессмысленно владеть кирпичами. Нужно владеть технологиями, людьми, командами, развивать продукт. А вот эту операционку можно эффективно делегировать другим людям. Вот почему это выгодно для тех, кто запускает франшизу. У меня все. Прекрасно, спасибо. У меня уже есть о чем посмотреть. Из того, что ты сказал, но я начну с подготовленной части. И прокомментирую кратенько то, с чего мы начали. Ты обозначил две сферы, которые между собой взаимодействуют. Это франчизеры и франчизи. То есть, те, кто продают франшизу, и те, кто покупают. Есть еще третья сторона. Согласись, это потребители, для которых делается и то, и другое. Вот я начну накидывать с потребителей, с позиции потребителей, почему франшиза это однозначно. Есть хорошее, есть плохое. Вот я хочу сосредоточиться на плохом. С точки зрения потребителя, во-первых, чем больше структура, с которой потребитель взаимодействует, тем меньше возможностей обратной связи. Это деградация обратной связи. Одно дело повлиять на ресторанчик у дома и сказать, что нет какой-то позиции в меню. Попросить о том, чтобы она появилась. Другое дело сделать то же самое в Subway, в Burger King или в Fresh Line или в Dodo Pizza. Это практически невозможно. Во-вторых, ты говоришь, что франшиза помогает в своей книге, которая есть в интернете. Ты говоришь, что франшиза помогает бороться с конкурентами и выжимать их долю из бизнеса, чтобы занимать свою позицию. С точки зрения потребителя, это монополия. С точки зрения потребителя, ты создаешь ситуацию, в которой появляется однородный продукт, он захватывает рынок. И за счет того, что нет конкуренции, ее меньше, уменьшается количество предложений, которые получает потребитель. Ну окей. И он становится дороже, еда становится чуть хуже и так далее и тому подобное. Я понимаю, с этим можно поспорить, но сейчас поспорим, когда я это говорю. Пункт третий. Это франшиза, это один из способов плодить на рынке некомпетентность в промышленных масштабах. Вот опять же, в своей книге ты говоришь, что был кейс, где вы продавали вагончики с мороженым и в качестве целевой аудитории вы использовали студентов, подростков, которым нечего заняться и родители хотят их привить им к культуру бизнеса, покупают им вагончик с мороженым, чтобы они попробовали. Но по факту, что здесь происходит? Это подросток, которому нафиг бизнес не сдался, у которого гормональный всплеск, который максимально склонен к бунту, который не уважает авторитета, ну скорее всего, который хочет развлекаться, может быть там, не знаю, слабительное мороженое подкладывать, который не готов еще не хочет этого, не умеет нести ответственность и так далее. И мы продаем ему франшизу, продавая это, как вин-вин для всех, что это, дескать, хорошо и для франшизера, и для франшизи, и для покупателя. Скорее всего, это просто рождение 10, 20, 30 некомпетентных франшизи, которые поиграются полгода и уйдут. Косяк каждого франшизи влияет на сеть в целом. Это касается, вот в том числе, ты упомянул Додо Пиццу, упомянул Овчинникова, вот у них случилось ровно это. Один ресторан косячит, в одном ресторане протертый диван, старые детские игрушки, страдает сеть в целом. И это говорят их франшизи, вот я читал интервью с одним из их франшизи, некий Юрий Костин, который семью точками владеет, он говорит, что те, кто выполняют условия франшизы, в итоге страдают так же, как и те, кто их не выполняют и создают энтропию. Это касается любого пищевого ритейла, а сегодня это, наверное, большая часть франшиз во всем мире. Один ресторан косячит, выгребают все. Во-вторых, франшиза, это, как правило, не игра франшизи. Вот ты говорил, если ты хочешь взращивать бизнес, как ребенка и так далее, у тебя болит за это душа. Когда ты покупаешь франшизу, у тебя ничего не болит. Это чужая игра, ты вкладываешь деньги, как правило, продают тебе одну историю, затраты немножко выше, и минимальная энтропия, то есть увеличение расходов, черный лебедь в виде кризиса с коронавирусом, ведет к тому, что человеку теряется мотивация, у него опадают... Волосы. У него опадает желание сражаться за этот бизнес, потому что не его бизнес. И, опять же, это вредит сети в целом. В-третьих, ты, опять же, говоришь в своих материалах, что франчайзинг – это способ защититься от трейдерства, что за счет децентрализации это хороший способ избежать того, чтобы сеть пришли и отжали. Но, с другой стороны, форма централизации через франчайзинг ведет к другим, к другого рода рискам. В США сейчас, наверняка ты об этом знаешь, на фоне коронавируса в 2020 году огромное количество франчайзинговых сетей подали заявление о банкротстве. В соответствии с главой 11, которая по законодательству США работает. Это сеть кристалл бургерная, это пицца-хат и вендис, которые НПС управляет, управляющая компания. Это сеть баров у дома бар Луи, кажется, они называются. Их огромное количество. И у всех у них одна и та же проблема. За счет того, что у них огромное количество долгов, которые они вливают в развитие, как правило, в маркетинг. За счет этого постоянная нехватка ликвидности и плюс энтропия, которую они не запланировали. В частности, коронавирус. Так построено с финансовой точки зрения большинство компаний за границей, франчайзинговых. И такая структура ведет к тому, что, ну, собственно, косяк на уровне материнской компании, опять же, зачастую уложат всю сеть, ведет к ее продаже, ведет к сбыту точек и так далее. Вот это, кстати, ты упоминал, что у материнских компаний сейчас все меньше и меньше собственных точек, собственных офисов. Одна из причин как раз в этом, потому что вот NPC, которая попала в замес с более тысячи у них точек Pizza Hut, более, по-моему, трехсот точек Вендис, проблема в том, что у них слишком высокая концентрация чужих франшиз. И за счет этого франшизеры, которые продают договора франшизные, они пытаются бороться с гиперконцентрацией, потому что, когда слишком много одного человека в руках, все ломается. То есть, получается, нужны компетенции не только по отбору франшизи, нужна еще компетенция по сдерживанию их роста. Кроме того, в любой системе есть уязвимое место. Условно говоря, Dodo Pizza, которая позиционирует себя как IT-компания, Федор неоднократно говорил, их точка уязвимости не в форме их централизации, а как раз в том, что они IT-компания. То есть, хакерская атака успешная, положит всю сеть в 15 странах. И еще одна вещь. Ты декларируешь, что задача бизнеса расти, что, дескать, с точки зрения эволюции, вся эволюция это история того, как маленькие организмы превращались в большие. Адаптировались. Адаптировались. Но, я могу процитировать тебя, у меня есть полная цитата из твоей книги. Интересно послушать. Где ты говоришь, вся история жизни на Земле это история адаптации, абсолютно все живые виды выглядят сейчас не так, как в момент своего появления. Чтобы выжить, нужно подстраиваться под меняющие условия. Посмотрите на эволюцию лошади и слона. Они менялись, они адаптировались, они росли. Слон последним поколениям чуть сдал, но в целом они стали больше. Вот это ошибка выжившего наглядно представленная. Адаптация, да, рост нет. Задача каждого бизнеса вряд ли сводится к росту, потому что и история эволюции, это история того, как в основном крупные, большие, выросшие организмы попадали в замес, как раз потому, что они очень крупные. Динозавры поэтому вымерли, я не знаю, там откроем любую книгу по истории эволюции, какие-нибудь птицы муа в Новой Зеландии, которые были 3,5 метра в высоту, погибли как раз потому, что очень много мяса и очень легко доступны. Так может быть и с франчайзингом то же самое. Есть очень большие структуры, которые потенциально побеждаются активными охотниками, которые с мобильностью и скоростью уделывают гигантов, которые ведут к мировому господству. Ну и последнее это, собственно, позиция франчайзи. И вот здесь как раз максимально много чего можно сказать. Тоже попытаюсь очень кратенько. Первое и главное, что ты сам упомянул насыщенность некачественными франшизами. С 2015 года по 2017 год количество франшиз в Украине сократилось на 36%. И в том числе в одном из твоих интервью я видел комментарии о том, что это признак того, что некачественные франшизы уходят с рынка. То есть мы можем декларировать. В Украине 5 лет назад было 40% некачественных франшиз. То есть считай там близко к половине. Ну это как бы только статистика. Во-вторых, насколько вообще франчайзер делит риски с франчайзи деньгами? Вот когда приходишь к ангельскому инвестору, говоришь, дай денег. Он говорит, какими деньгами рискуешь ты? Легко как бы строить бизнес, стартап и прочее на чужое. А как бы показатель того, что ты веришь во что-то, когда ты вкладываешь свое. Как франчайзер участвует в разделении рисков с франчайзи? Ну похоже, что деньгами он не участвует. Он участвует максимум экспертизы и своим прошлым опытом может быть набором персонала. Так может быть эти риски стоит делить, если уж мы продаем бизнес-модель, на которой будут зарабатывать оба. В-третьих, очень интересный пример. Ты говоришь, когда франчайзеры встречаются и оба толковые, это рождает синергию и появляется нечто большее. Ты упоминаешь историю Майкла Делегати, который создал Big Mac, который сейчас объективно супер-хит используется индекс бургера как индекс Биг Мака, как индекс покупательской способности и так далее. Ты знаешь, сколько делегати за это денег получил? От сети Макдональдс. За изобретение? Да. Ну, не знаю. Ноль. Ноль центов. То есть, вполне логично. Он создал супер-хит, который продается много-много лет, принес компании миллиарды долларов и не получил за это ничего. О какой синергии мы говорим? И это Макдональдс, его имя знают. Хорошо, его имя знают, но что он заработал? Мы же бизнес строим. Зачем? Чтобы наше имя знали? Мы строим бизнес, чтобы зарабатывать деньги. Его сейчас упоминают в музее Макдональдс. Вопросов нет. Но он не заработал ничего. При этом ты все время говоришь, когда ты обращаешься к франчизерам, дескать, мыть полы, заниматься заказом овощей, фруктов и так далее. Вы это все сбросите на франчизи, на того, кто будет платить деньги. Вот Майкл Делегати, который его придумал, как раз играл на этой стороне. Он фактически обслуживал чужой бизнес, который продал Макдональдс. И Макдональдс его за это никак не поблагодарил, хотя тот создал ему продукт на годы вперед. Ну и еще пара пунктов очень тезисно. Какой у франчизи потенциал роста? Какие-нибудь, например, львовские круассаны это навсегда локальный проект, который работает на трафике. Куда он должен вырасти? Он может расти только на открытие дополнительных точек. Еще точка на соседней улице, еще в соседнем городе и так далее. А это потенциальная опять же централизация одинаковых активов в одних руках франчизи. И вот та экспансия, про которую говоришь ты, куда-то расти для франчизи в общем-то недоступна. Он не может расти. Для франчизера такая возможность есть. Для франчизи он купил себе там 50 квадратов и на этом все. Ну и франчизи навсегда зависит от решений сверху. Что ему говорит материнская компания, то и происходит. У этого есть последствия. Вот опять же Макдональдс классический пример идеальной франшизы. Огромное количество франчизи сейчас недовольны той политикой, которую проводит Макдональдс. Они расширяют меню, они вводят там утреннее меню, обеденное и это огромным образом увеличивает ожидания на кассе. В 2013 году было самое длинное время ожидания на кассе в Макдональдс с 1998 года. Есть люди, которые продают франшизу Макдональдс в США, потому что слишком агрессивная политика материнской компании. На этом предлагаю просто поговорить подробнее. Ну давай с конца, смотри. Точнее я резюмирую в целом все, что ты сказал. Я мало нового услышал, потому что я с этим сталкиваюсь, просто ты покопался и примеры, например, это сделал, это круто. Но на самом деле ключевой месседж, который я за себя зафиксировал, это то, что этот бизнес никогда не будет твоим, что ты полностью зависишь, покупатель, зависит от продавца. Так и есть. Никто этого не скрывает. Просто некоторые франшизеры мы наоборот сейчас выступаем за популяризацию франшизы как арендованного бизнеса. Я использую на своих выступлениях иногда, точно не совсем корректное слово, это там новая версия рабства. Ну то есть, когда вы снимаете квартиру, вы тоже живете там, называете ее своим домом, но она никогда в вашем доме не будет. Вы же к этому нормально относитесь, потому что вы временно используете. да, вы получаете от этого не деньги, а комфорт, возможность, не знаю, пригласить друзей или девушку, но в целом вы в какой-то момент можете быть изгнаны из дома, куда вложили свою душу, может быть, ремонт сделали, еще там что-то. И мы в целом к этому окей. То есть, если ты хочешь создавать свой бизнес, создавай его. Есть люди, которые выбирают просто другой путь. Другой вопрос, что они не понимают этого, они думают, что они и франшизу покупают, и риски уменьшают, и это будет их бизнес. Но не будет. С точки зрения квартиры, вот вопрос рисков. Ты много знаешь людей, которые в арендованной квартире ремонт сделали? Кто там, не знаю. Без согласования с собственником вряд ли это происходит. Ну и чем ты рискуешь? Ты рискуешь одним месяцем платежей, когда ты живешь в квартире. Ты решил съехать, оставил там, не знаю, 500 долларов и поехал себе заниматься своими делами. А в бизнесе, в который ты вложил 3, 2, 1 год пусть, нанял персонал, взял в аренду помещение, купил оборудование, величина риска все-таки немножко другая, согласись. Тебе со всем этим нужно что-то делать. Поэтому и ответственность перед выбором должна быть выше. Можешь продать все. Вот опять же, если мы говорим, что франчайзинг это способ мягко зайти на рынок, и да, есть некачественная франшиза, да, есть история с тем, что ты всегда зависишь от франчизи. Нужно просто сильно подготовиться, изучить, какая франшиза сейчас там толковая, сколько лет она занимается, какой у нее потенциал доходности, реальные затраты и так далее. Я согласился. Так чем это отличается от построения бизнеса? Сделай домашнюю работу, проведи аналитику рынка, найди потребителей, у которых есть проблема, построй бизнес вокруг них, и это будет твой бизнес с твоим потенциалом роста и возможностью экспансии на весь мир. Зачем для этого франшиза? Это просто говорит о тебе, как о человеке, который готов стоить бизнеса. Мы с тобой владельцы компании, поэтому мы в этом смысле не очень может быть объективны, мы можем только попытаться понять этого человека, который покупает франшизу, но вот как давно ты в найме работал? В найме я работал, кстати, не так давно, на протяжении последнего года я работал в найме, ну, проект, правда. Ну, ты работал над каким-то проектом, окей, но это ты выступал в найме порядка 10 лет консультантом. Я в найме работал больше 15 лет назад, и это просто другие люди, это люди, которые начинают свой путь, ну, давай так, не все, большая часть покупателей франшиз, это люди, которым как раз не хватает чего-то, чтобы стартануть свой бизнес. Мы, ты знаешь, сделали франшизу для розетки, и мы записывали интервью уже по истечении полугода с франшизи, и там один, это интервью там доступно на, в принципе, в открытом источнике, можно посмотреть интервью с этим человеком, я бы оценил его возраст там 40+, где-то, мне так показалось, и он что сказал? Он говорит, я всегда хотел заниматься своим бизнесом, я и работал топ-менеджером, у меня были свои проекты собственные, но в каждый раз какой-то неуспех меня ждал, потому что я чего-то, видимо, не знал, и вот только купив франшизу розетки, я наконец-то получил этот секретный ингредиент. То есть некоторым людям чего-то не хватает, и они могут найти это на стороне. Мы же не говорим, что франшиза подходит всем. Я когда записывал интервью со Скром Харпманом, мы это обсуждали тоже, он говорит, я бы никогда не купил франшизу, потому что мой уровень амбиций, знаний, конечно, он всегда выше, я не хочу, чтобы мне кто-то сверху указывал, но есть люди, которые готовы к тому, чтобы им сверху старший брат такой. Я правильно понимаю, что ты сейчас фактически говоришь, есть условно люди, которые работают в найме, есть предприниматели, а есть нечто среднее, пограничное, демаркационная линия, это вот те, кто потенциально может купить франшизу. Тогда почему мы продаем вам франшизу как бизнес? Мы говорим, это твой бизнес, у которого есть модель, за которой стоит успешный опыт какой-то другой компании. Если это бизнес, тогда почему бы им не идти в бизнес? Значит, это не бизнес. Они не могут каких-то вещей сделать сами. Поэтому мы предлагаем им готовое решение. Значит, мы продаем что-то, что не является тем, что мы называем бизнесом, а их называем неполноценными немного людьми, которые вроде уже не в найме, но пока еще до предпринимательства не доросли. Верно? Ну, ты сейчас это выкручиваешь. Безусловно, я выкручиваю. Это, ну, так ко всем можно придираться. Условно говоря, мы все являемся заложниками. Об этом шоу и происходит. Перекрути слова своего понятного. Мы все являемся заложниками чего-то. Мы просто, опять же, я привел пример с квартиры, пусть он не является идеальным с точки зрения сравнения, но мы так можем увидеть зависимость во всем. Мы зависим от компании Apple. Ну, вот, слушай, ты говорил насчет Dodo. У них в какой-то момент может случиться хакерская атака. Может, конечно. Наверняка они что-то думают на этот счет и защищаются, но вполне и серверы Facebook падают. Однозначно. Все может произойти. Но мы таким образом зависим. Вот у нас, значит, в какой-то момент вся наша жизнь может зависеть от мобильного телефона. Например, что-то произошло, нам нужно срочно вызвать помощь. Мобильный телефон – наш единственный шанс на спасение. Ну, например, сотовая сеть недоступна. Значит, получается, сотовый оператор виноват, что кто-то умер, не вовремя получив эту помощь. Или серверы Apple загнулись, и все, мы к iCloud не можем получить доступ, фоточку скачать. Понимаю. Прекрасный аргумент про то, что мы всегда зависимы. Безусловно, тут спорить не о чем. Но, опять же, ты ведь согласен, что сфера деятельности, в которой ты живешь, это одна из фундаментальных вещей вообще в жизни. Самоопределение и, собственно, работа, на которую ты ходишь каждый день. Это очень высокий уровень принятия решения за свою жизнь. Ну, то есть, есть фундаментальные вещи. Не знаю, семья, работа, что-то еще. Не знаю. То есть, ты хочешь сказать, что франшиза этот… Я хочу сказать, что это фундаментально важный пункт, который надо очень тщательно выбирать. И одно дело, телефон. Окей, айфон стоит сколько там, 500, 700, 1000 долларов. Я завишу от компании Apple, она мне не нравится. Мне не нравится айфон, объективно. Я пойду куплю себе Android. А если тебе не нравится бизнес, который тебе продали, ты вложил в это много ресурсов, скорее всего, и это фундаментальный выбор в твоей жизни. Спрыгнуть с этого сложнее. У тебя уже нет денег, ты будешь кредитоваться, ты будешь делать то, о чем ты говорил. Идти к друзьям, у которых ты будешь просить деньги, а потом с ними ругаться, будешь брать кредит в банке и так далее. Цена вопроса выше. Я наоборот выступаю за то, что нашим клиентам мы всегда рекомендуем не продавать франшизы людям, которые не заработали эти деньги своим путем. Кредиты, ну даже взять залог у друзей, это плохая история. Мы когда запустили розетку, просто на таком большом проекте можно увидеть в целом, что происходит на рынке. На текущий момент 2800 заявок за год на франшизу. Ну, примерно столько же людей, потому что есть повторное. Больше 80%, почти 90% это люди, которые в анкете отметили за свои деньги. Поэтому большинство все-таки осознанно идут, теряя свое. айфон, понятно, я приводил историю с вопрос жизни и смерти, а не просто там не понравился айфон. Ты же можешь, ну, я не буду сейчас примеров приводить, то ты понял, о чем я говорю, да, то есть телефон недоступен, завис, и все, и кто-то умер, например. Бизнес тоже это риск. Нету вообще, знаешь же, что в комфорте никто не развивается. Ну, кто развивается в теплой ванне? Никто. Ну, то есть ты становишься сильнее в стрессе. Подожди, это тоже очень такой спорный вопрос, мы все подняться на уровень выше. На каком этапе случилось развитие эволюционное в мировом океане? Так, блин, далеко очень уходим. Ну, ты предложил в теплой ванне, вот я тебе говорю, вулканы извергались, нагрели океан мировой, сделали его, там, напитали солями и продуктами, которые в вулканической лаве находятся, и пошло развитие. Вот тебе откуда берется развитие в теплой ванне. Давайте, так, параллели можно строить. Ладно, если вы про бизнес все-таки, ну, предприниматель не становится сильным в условиях, когда все хорошо, когда у него нету конкурентов, когда клиенты ему несут деньги и ничего особо делать. Ну, ты же согласен с тем, что когда все круто, ты не развиваешься. Соответственно, ты идешь осознанно в риск, доносить его надо. Франшизер должен сказать обо всех рисках, с которым может столкнуться в франшизе. Он должен очень четко объяснить ему, что именно он покупает, в какой жизни он будет жить. Потому что мы говорим о том, что нельзя продавать просто в продажах франшизы, самое главное, не продажи. Самое главное, найти людей, для которых, ну, это правда, это я сейчас не пытаюсь там распетлять в споре. У меня есть мастер-класс, недавно я записывал, я могу тебе видео-догазательство показать, что мы говорим о том, что франшиза меняет жизнь людей, и вам нужно продавать франшизу тем людям, чья жизнь от этого улучшится, а не ухудшится. Я там приводил пример своего звонка потенциального франшизе «Розетка», который выбирал франшизу для своей мамы. И я начал раскручить эту ситуацию, показывая, что у него может случиться из-за этого семейный конфликт, может быть, важно это обсудить в самом начале, потому что мама, а он станет по сути ее начальником, как вы относитесь к этой роли, он говорит, я даже об этом не думал, я говорю, подумайте, пожалуйста, обсудите с мамой, насколько вам будет этот режим комфортен, потому что он хочет быть инвестором, а мама типа работать. Я говорю, подумайте об этом, и не стоит продавать франшизу человеку, у которого может быть из-за этого семейная драма, или это может потом уже в нам вернуться. Послушай, а если у человека будет семейная драма, это стресс, конфликт, это для него потенциал для развития, почему бы не продать ему, чтобы он развивался, становился сильнее, достигал больше? Я понял, как ты работаешь. Кстати, разве не является голубой мечтой любого предпринимателя найти голубой океан, в котором нет конкуренции, в котором нет никакого стресса, прийти, медленно спуститься с гор и поиметь все стадо. Да, временно, да, можно. И это есть развитие, это экспансивное развитие, когда ты приходишь, никого нет, ты занимаешь все, и у тебя становится все хорошо. Франшиза как раз, ну, наверное, в этом есть опять же и плюсы, и минусы, ты не зайдешь на рынок пустой, потому что франшиза подразумевает, что рынок уже есть, на него есть спрос и так далее. Но вот этот разговор, этот разговор про то, что мы развиваемся только в стрессе, он немножко спекулятивный. И я тебе отвечаю тем же, можно говорить, что если уже мы развиваемся в стрессе, давайте создавать стресс для своих франшизей, почему нет? Для сотрудников. Для сотрудников. Давайте создавать стресс для всех. Потому что, ну, этот разговор, это скорее такая титульная штука из популярной литературы «Пойди и добейся». В жизни же бывает по-разному, в жизни развиваются и в теплом океане тоже. Не знаю, я, может быть, сужу по себе, но у меня все скачки какого-то развития продукта, компании и так далее, они происходили либо в кризис, либо когда на рынке что-то происходило. В 20-м году в ужасном для многих, я еще не хочу сказать, у многих это был ужасный год и в бизнесе, и в семейной, в личной жизни, Продон. Но для нас он был тоже непростым годом, но мы в нем, вышли из него сильнее. Поэтому, ну, в целом, да, понятное дело, может случиться и провести, ты можешь быть Пэрис Хилтон, которая все досталась и в целом дальше продолжает юзать и, главное, не развалить, а в целом, я больше за пойди да бейся. потому что отсутствие все-таки какой-то стрессоустойчивости, самостоятельности, мне кажется, ну, это плохие качества. Лучше идти в найм. Слушай, ну, вот это же личная позиция, безусловно, она с точки зрения личности эффективна, но если мы пытаемся найти что-то объективное, ну, то есть, понять какой-то механизм, как что-то в мире устроено, то, наверное, некорректно делать выводы на основании одного личного опыта. Это вот опять же типичная ошибка выжившего, в 20-м году огромное количество бизнесов умерли в страшных мучениях, а нам с тобой повезло, у тебя все случилось неплохо, у меня тоже, потому что мы работаем в онлайне, вы работаете там с другой совершенно моделью, которая не подразумевает на пересечении сфер бизнесов. И поэтому все неплохо, но огромное количество людей от этого пострадало, поэтому... Франшиза тут не виновата. Поэтому, безусловно, тем не менее, вернемся к франшизам. Кстати, извини, в кризис как раз франчайзинговых сетей, во всяком случае, в Украине, я пример из Штатов тоже понимаю, но в Украине мало закрылось франчайзинговых сетей на фоне... Есть точная статистика, сколько мало? Хотя бы примерно в процентах. Нет. Это некое мое... То есть, у меня из клиентов, с которыми мы поддерживаем регулярное общение, обмен информацией и так далее, ну, буквально только две сети в сфере общественного питания, они реально под откос пошли. Кто-то просто заморозился, но большинство... Смотри, ни одна из развивающихся сетей, типа тех же Львовских Куассанов, там семья ресторана Дима Борисова, Гастрофэмили, там Суши Волк, да и не только, в сегменте общественного питания, просто сегмент общественного питания пострадал как будто бы больше всех. Вот, они не закрылись. Более того, они франшизи немножко поджались, конечно же, сам бы уменьшился на 2000 ресторанов, но тем не менее, они в целом выжили. Это же, ну, это же нормально, когда кто-то, ну, то есть, какие-то 10% партнеров, естественно, закроются. Ты можешь быть среди этих 10%, так же, как ты можешь идти по улице и на тебя кирпичу пойдет. Ну, то есть, тебя может просто не повезти. Относитесь к этому философски. Зачем искать? Это же инструмент, то есть, вы можете его использовать, можете не использовать. Ну, вообще, за осознанный выбор, и, конечно же, нужно сто раз подумать, прежде чем покупать франшизу. я тут скорее за максимально осознанный выбор и продажу. Не только, то есть, выбрать, но и выбрать партнера надо, не продавать тому, кто не способен. А то, мы видим истории, когда франшизеры, просто им надо срочно перекрыть какие-то расходы на заработную плату, они продают франшизу, чтобы просто тупо заработать. Это тоже плохой подход. Вот, я стою на твою сторону и говорю, так, блин, вообще, охерня эта франшиза. Я не говорю, что франшиза – это охерня, я говорю, что у нее есть свои недостатки, как у всего в этом мире. Поэтому, это просто диалог о деталях. Безусловно, есть что сказать о пищевом ритейле, который в первую очередь полетел, как раз потому, что его больше всего во франчайзинге. Но я хочу сосредоточиться на другом. Вот мы говорим, не знаю, сколько у Макдональдса франшиз? 40 тысяч. 38 тысяч ресторанов, 8% собственных только. Например, у Фрешлайна сопоставимая цифра десятки тысяч точек. У Самбе, это имеется в виду. У Фрешлайна уже практически ноль. Вот еще один пример. Мы говорим о структуре, мы говорим 40 тысяч там в Макдональдс, 38 тысяч ресторанов. И это звучит круто, это звучит, как огромная сеть, мировая и так далее. Но всегда, когда ты покупаешь франшизу, ты покупаешь ее у конкретного собственника, у которого есть набор личных качеств. У него может, собака умерла, у него сегодня плохое настроение, он вдруг разлюбил свой бизнес, начал всех ненавидеть. У него там миллион личных проблем. И получается, когда ты приходишь в сеть, тебе говорят, ты защищен структурой самой сети, в которой 38 тысяч ресторанов. А по факту ты зависишь от решений одного конкретного человека. И это лотерея. Как условно говорят, ты там женился в 18 веке, потому что родители договорились, это лотерея. Тебя могло повезти, ты мог прожить всю жизнь счастливым, здоровым человеком, а тебя могло растоптать маховиком репрессий в семье уже через 2 недели. И в некотором смысле, когда ты покупаешь франшизу, ты покупаешь и решение бизнеса, и собственника, который эту франшизу продает. Его решение в дальнейшем. Смотри, я не с тем согласен, потому что я знаю случай, ему уже несколько лет, Папа Джонс, довольно большая сеть пиццерий, одна из самых больших сетей и франшиз в этом сегменте в мире. Несколько лет назад основатель этой сети, собственно, этот самый Папа, он допускал ряд российских высказываний, что сильно повредило репутации компании. Он был отстранен от непосредственно управления компанией и они были вынуждены это все быстро решать. Они взяли в совет директоров темнокожего парня. То есть они какие-то принимали решение. Можно ли сказать, что из-за этого Папа Джонс и его франшизи все исчезли с лица земли? Но нет, был скандал. То же самое в нашей стране, не буду называть бренд, в одном из городов франшизи напечатал огромный плакат, где есть такой художник, очень провокационный. Там, в общем-то, картина у него знаменитая есть. Ну, знаменитая. Надеюсь, что нет. Вот там вид сверху, девушки стоят, две девушки, держат хот-дог. Вот так вот. Ну и как будто бы хотят к нему прикоснуться. Вот, все это сверху. Вот. Невероятно сексистский и вообще ужасный плакат. Так вот, франшизи этой сети, у них там хот-доги появились в меню, он повесил огромный там 6 на 3 баннер и написал что-то про новые хот-доги в их меню. Это же катастрофа, это ужас. Вот. И как бы... И чем закончилась наша страница история? Был скандал. Ну, и не по этой причине, но, в общем-то, именно этот кейс не повлиял. Он может быть, знаешь, он может быть какой-то как проявлением системной ошибки, которая в итоге привела эту сеть к неуспеху, но в целом эта история достаточно ужасная. Мне кажется, это некорректный пример. Почему? Потому что папа Джонс, у него другая структура управления, у них есть совет директоров. У кого в Украине в франчайзинговой сети есть совет директоров? Вот ты сказал гастрофэмилии Дима Борисов. Предположим, Дима Борисов завтра начнет позволять себе личные сексистские шутки на своих выступлениях. У него есть Лена. Жена не позволит. Ну, предположим. Предположим, они вдвоем решили устроить такую акцию протеста внутреннего. Слушай, у нас рынок в целом в франчайзинге сильно моложе. Так разговор-то не об этом. Разговор о том, что эта франшиза завязана на личность. Папа Джонс тоже конкретный человек, просто он давно, они больше, у них есть структура управления, они, наверное, на бирже продаются, у них есть акционеры, которые участвуют в принятии решений, а у нас живой человек. И там ты зависишь от решений управляющей компании, и здесь ты зависишь от решений управляющей компании. Но это всегда живые люди. Если завтра твой франчайзер начнет творить дичь, позволять себе самые странные вещи, которые, в принципе, возможны, это будет влиять значительным образом. Там защитит совет директоров, а здесь нет. Здесь, если Дима Борисов пойдет в штопор, наверное, как все из сети будут вопросы. А почему мы про Дима Борисова? У Дима Борисова все хорошо. Безусловно, он прекрасный ресторан. Я не могу представить, чтобы он начал вести себя, как Папа Джонс. Это просто пример. Я вот недавно читал новости о том, что Макдональдс в 2020 году потратил 1,6 миллиарда долларов на рекламу, при этом только 0,3% на рекламу в афроамериканских СМИ. У них от этого огромные репутационные потери в США. И, опять же, это бьет по всем точкам, по всем ресторанам сети Макдональдс. А решение принимал один человек, какой-нибудь маркетолог, который закупал рекламу и выбирал структуру рекламодателей, у которых они это сделают. Это всегда личное решение, от которых франчайзи зависят и которые на него рикошетят, хотя он в этом даже никакого участия не принимает. Это лотерея. Такая же лотерея, как ты развиваешь свой бизнес и тогда уже зависишь не от франчайзера, а от решения государства. Тогда мы все еще зависим от законов физики и от законов гравитации. Нет, это другой уровень проблемы. Здесь решения принимаются про бизнес с тобой. И да, ты накосячил, у тебя проблемы. А здесь решения принимаются дядей, которому ты платишь и который у тебя ничего не спрашивает. Это же прекрасно. У тебя есть конкретный человек, которого ты можешь обвинить. В случае, когда ты накосячил, люди редко признают свои ошибки. ты можешь обвинить, но деньги тебе кто вернет? Франчайзер тебе отдаст деньги, типа да, я виноват, простите, вот вам, пожалуйста, полтора миллиона, которые вы потратили на открытие ресторана Макдональдс. Зависит. то есть, на самом деле... Такие кейсы есть? Ну, слушай, вот прям таких я не знаю, но вот, например, тот же Дода, он полгода предлагал ему продать бизнес. С мая по ноябрь он предлагал ему и они способствовали тому, чтобы он продал бизнес. А кто он? Франчайзи. Франчайзи. История в Ярославле, сеть была закрыта из-за того, что франчайзи нарушал. Ну, это версия Дода. Они дали ему время, потом продлили этот срок, то есть, суммарно, у него было полгода, чтобы продать бизнес. Он поставил достаточно высокий ценник, потому что, ну, возможно, чувствовал, что есть ценность определенная, потому что сейчас невозможно просто открыть пиццерию, тяжело, это в таком крупном городе тем более. Поэтому он поставил завышенную цену. Ну, и не продал, соответственно. Но они давали ему для этого возможность. То есть, они как бы, если бы он был, опять же, это все вопрос переговоров. То есть, если встать в позу и сказать, ты мне должен, ну, конечно, ты ничего не добьешься. А если франчайзер, смотри, на самом деле, на самом деле, сила франшизы в том, что когда вас много, вы тоже влияете на этого собственника, он уже с меньшей вероятностью начнет сходить с ума. Потому что он чувствует эту силу. Бунты франчайзи происходят. Какие-то даже есть сговоры. То, о чем ты говорил раньше, есть зависимость от франчайзи с большим количеством точек. Она есть, действительно. Поэтому в Америке есть, например, эти ассоциации франчайзи. Да, у нас такой формы нет. У нас все в чате, как в Телеграме, там, вершат в судьбу своих франчайзеров. Но, тем не менее, они имеют это влияние, потому что они приносят компании деньги. На самом деле, вы не один. Когда вы приходите в сеть, покупаете франшизу, у вас есть такие же ребята, то есть, если вы не единственные там, с которыми вы можете наладить коммуникацию, вместе говорится, как там это в пословице, да? Гуртом и батьку бить с подручней. Да, ну, не то, чтобы бить, но, во всяком случае, заставлять его отдуматься. Но это тоже лотерея. Это тоже лотерея. И у кого-то получается прогнуть систему, а у кого-то нет. Вот скажи, Макдональдс сейчас, который с 13-го года идет разговор про то, что Макдональдс теряет клиентов локальных на местах в разных странах из-за того, что они сильно расширяют меню, делают индивидуальные бургеры или там Биг Маки, и у них падает качество кофе. Об этом говорит там, ну, я не знаю, каждый третий, наверное, франшизе. Их очень много. Качество кофе? Качество кофе. Я читал. А как это связано с бургерами? Нет, ну, просто материнская компания создает условия, в которых качество еды, у них ценность компании это вкусная еда быстро. Быстро очень сильно страдает из-за того, что расширяется меню, это требует, новое меню требует новых технологических решений, это требует вливания финансов, перестройки процессов внутри, нового персонала и так далее. И за счет того, что этих пунктов мне становится больше, я так понимаю, падает количество, падает качество каких-то продуктов, потому что большее количество решений нужно принимать, большее количество поставщиков, подрядчиков. Есть интервью об этом на Блумберге от человека, который продал несколько своих собственных точек Макдональдс, просто потому, что слишком широкое давление. Есть целое лобби франчези, которые этими решениями недовольны. И как это влияет на материнскую компанию? Никак. Может быть, мне недостаточно информации для того, чтобы сказать, как это влияет, но в целом они точно слышат этот голос. Ну, то есть, во всяком случае, мы просто скачем из Америки в Украину, там, совет директоров и так далее. Так, все-таки, давай тогда про нас говорить. у нас сила франчези сейчас гораздо выше. У нас, во-первых, это и плюс, и минус, у нас законодательства нет, поэтому тут и любой дурак может франшизу запустить, также и любой дурак купить. И, в общем-то, для этого нету, как будто бы, какой-то регуляции, только здравый смысл твой. Вот. Вообще, звучит ли это, знаешь, как хорошая бизнес-сделка? Законодательства нет, любой дурак может купить, любой дурак может продать, покупайте франшизы. Да, покупайте и продавайте франшизы, потому что здравый смысл надо включать, то есть, смотрите, кому продаете и смотрите, у кого покупаете. Тут у вас, я же говорю, это с одной стороны минус, в том смысле, что никто тебе, закон тебе не скажет, вот эта франшиза там недостойна, но как плюс того, что вы можете сейчас формировать правила игры. То есть, так как у нас франчизеры, у нас франчизеры намного более зависимы от своих партнеров, потому что, как правило, для них это является основным источником денег. То есть, те же львовские колоссаны, у них команда из 70 человек, которая зависит полностью практически от своих партнеров, потому что, если в какой-то момент произойдет, не знаю, не дай бог, конечно же, какой-то там выход большого количества франчизи из сети или какие-то там бунты, то это может повлиять на доходность компании, нечем будут выплачивать зарплату 70 людям в главном офисе. Конечно же, они будут слушать голос этих партнеров, они этого боятся. То есть, об этом сейчас все говорят, что у Новой Почты есть франчизи больше, чем 100 отделений. Я когда у них спросил, как вы ведете с ним диалоги по-особому, ну, конечно же, к этому подход какой-то должен быть особый. это не партнер в селе, который открыл одну точку, это прям сильный игрок. Конечно же, они слушают их голос, они переживают, они заинтересованы в улучшении коммуникации, поэтому... Я думаю, что вот в Украине сколько? Чуть меньше 600 франшиз, верно? Ну, думаю, активных меньше 200. Возможно, даже меньше 100. Я думаю, что есть франшизы, которые, в принципе, не вызывают вопросы. Вот Новая Почта, Розетка, там, Амакитс, которые ты приводишь очень часто, с ними все понятно. Достаточно открыть отзывы, или там, Розетка, это, в принципе, номер один ритейлер онлайн в стране, и вопросов, как будет работать франшиза, не возникает. Вопросы возникают к остальным франшизам, потому что у этих компаний большая репутационная история, много лет за спиной, там, медийный хвост и так далее. Вопрос к тем компаниям, которые заходят на рынок, которые только-только начинают продавать франшизу. Вы ведь занимаетесь этим, вы приводите новых игроков, и вот к ним нет ни доверия, ни понимания, что стоит за их спиной, ни кто люди, которые их продают. И в этом основная проблема, потому что двухсторонние отношения складываются в слепом формате. С одной стороны, человек, которого хрен знает, что там за человек, и с другой стороны, покупатель, который тоже самое, хрен знает, как он эти деньги заработал, которые он вложит в франшизу и так далее. Позволь еще один. Не, не, пожалуйста, конечно. Пока ты говорил, я подумал, а ведь, ну вот, с одной стороны, есть фактор того, что франшизы избавляются от собственных точек и переходят просто в режим управления. Постоянно путаю с фрешлайном, у Subway, нет своих ресторанов вообще. Чуть не неизвестный проект. Нет своих ресторанов вообще. Да, ноль, да. Так, если мы говорим, франшиза, это продажа, готовые бизнес-модели. А какая у них бизнес-модель? У них же ни хрена нету. Они продают черный ящик. Да, уже. Они продают черный ящик, типа, набор документов, как построить бизнес. Ну, нет. А чем это отличается? Это слишком, слишком, нет, нет. Это полностью несоответственно в действительности. Они не продают черный ящик. У Subway были собственные объекты, но в какой-то момент только компании просто уже существуют уже там по пять десятков лет в Америке, которые развивают франшизинг. Они уже настолько стали крутые в своем продукте, что им не нужны собственные локации. Естественно, у них есть R&D, естественно, у них есть там какие-то закрытые внутренние, условно говоря, заведения, в которых они тестируют новое меню и так далее. Просто они недоступны для публики. Они только есть внутри компании. Это не продажа документов. Это не значит ли это, что со временем компетенция меняется и из компаний, которые продают франшизу, они превращаются в управляющую компанию? И это очень, очень крутой путь в современном мире, когда тебе не нужно владеть кирпичами, развивая свою экспертизу. У Uber нету ни одной автомобиля. Да, я знаю. Это мешает им быть самым крутым проектом в сфере такси. А, кстати, возвращаясь... Сколько еще таких проектов уровня Uber, кстати, которые недоходные? Шерид Гаконами, в целом, развиваются. Ну, в Украине много уже, там есть уклон, он такси и так далее. Смотри, я еще хочу прокомментировать там предыдущий твой месседж. Правил нет, но... И мы чувствуем свою ответственность в том числе. То есть, ты прав здесь, что мы выпускаем на рынок все больше и больше франшиз у нас за год, за прошлый. Было 189 проектов. Не только в Украине, но в Украине около 140. Довольно много. Это не значит, что все из них там нашли своих покупателей в этот год. Потому что статистика, скажем так, успеха, она тоже не стопроцентная. То есть, многое зависит от самого франшизера. Но мы сейчас... Ты говоришь о проектах, которые вы выводили на рынок? Только мы. Которые создали свои франшизы и вы их предлагали? Да. 100, примерно 140 в Украине только. А есть сейчас статистика, сколько из них выжило? Так вот я же говорю, ну там процентов 30, наверное, не продали ни одной франшизы. Вот. Ну то есть, такие компании, как, не знаю, там Галя Балована, там Розетка та же, ну можно там относить Smart S, там условно говоря, которые продали больше, сильно больше одной франшизы, вот, их, наверное, процентов там 50. Вот. Ну то есть, половину, половины получается, хотя бы одну продать. Но, слушай, мы же говорим на уровне продали франшизу, а дальнейший путь уже известен. Как эти франшизы живут, как они зарабатывают, сколько из них там продолжают покупать новые точки или уходят с этого рынка? Или мы говорим сейчас только о продаже? Мы сейчас приходим к тому, чтобы все-таки как-то отслеживать развитие клиентов, но мы как агентство у нас нет пока такого ресурса, чтобы с каждым нашим клиентом, проект же может быть вот такой, может быть вот такой. Это не говорит о том, что это правильно, но мы должны прийти к тому, чтобы мы отслеживали вот этот Customer Success. Так вот, мы сейчас работаем над неким стандартом рынка, то есть у нас будет такой сервис, как сертификация франшизы, то есть он будет открытый, то есть это не раздача дипломов всем подряд, будет конкретная методика, ну то есть какая-то часть будет открытая, а та часть, которая является там NDA, ну она будет закрытая, но тут уж наша репутация должна сработать, в том смысле, что мы там, мы во всяком случае точно хотим сделать это честным, прозрачным, механизмом для оценивания, для оценивания уровня франшизы, в том числе, в первую очередь, для наших клиентов, чтобы мы могли сами убедиться, что мы выпускаем на рынок компанию, которая готова на 100% или на 50%, мы даем возможность всем, мы не говорим, что если ты готов на 50%, не иди, пожалуйста, были разные случаи, когда вроде бы пока не сильно устойчивые там ребята, они запускали проекты, тот же Amakids, он был, ну реально, шансы на успех, были, разумеется, но они не были такие, чтобы мы были в них уверены, поэтому мы сейчас делаем стандарт, который будет говорить, что вот эта франшиза, она вот условно говоря, там, на 10 из 10, вот эта франшиза, ей нужно вот это доработать, вот имейте ввиду, при покупке, у них нету пока еще, не знаю, там сильного интернет-маркетинга, у них нету сильной там экспертизы в поиске локации, то есть они с этим вам скорее всего не помогут, и так далее, и так далее, и так далее, то есть это будет, это непростая история, скорее всего, неблагодарная, потому что у нас здесь есть и потенциальный конфликт интересов, и так далее, но мы хотим это сделать в любом случае, потому что нам, нам интересно, мы хотим, мы чувствуем свою ответственность, как ну самая старая компания на этом рынке, дольше всего мы работаем, свою ответственность за этот рынок тоже, тоже должен быть у нас, чтобы меньше было вот такого, и больше было вот такого миленького, няшного. То есть вы фактически заберете у потенциального покупателя работу по предварительной экспертизе? Смотри, не по экспертизе, он сам должен для себя принять решение, мы снимем с него формальные признаки, так как у нас закона нет, я же говорю, это и возможность, и минус, минус огромный, потому что в Америке, чтобы запустить франшизу, ты должен там пройти несколько там кругов, вот, у нас, написал на сайте у нас франшиза или в инстаграме у себя, все, ну то есть у нас были случаи, когда люди просто продавали под видом франшизы доступ на гугл диск с какими-то инструкциями, черный ящик, а этот трэш полный, мы против этого полностью, вот, поэтому да, сертификация будет уже в начале этого, следующего года, то есть вы сделаете для них ситуацию комфорта, для франшизи, для франшизи, ситуация комфорта, которая не должна была развиваться, не, не, комфорта в том, что кто-то за них посмотрел, что у этой компании хорошо, а на чем еще предстоит работать, чтобы они выбирали хотя бы осознанно, там эмоционально, или с точки зрения своего кошелька, остальное могли делегировать нам, это прекрасная инициатива, я желаю вам успеха искренне от всего сердца, с точки зрения, вот, я попытаюсь отстраниться, и просто привести там еще один аргумент против, там, посмотри, насколько он удастся, но все же, получается, ты играешь в игру с двумя неизвестными, как франшизи, ты приходишь покупать на рынок, рынок, который не сформирован, у которого нет законодательной базы, ты покупаешь у человека франшизу, которого ты в общем-то не знаешь, что там за франшиза, ты не знаешь, и тебе это дело верифицирует тоже какая-то компания, за которой стоит один человек, ну, ты, все прекрасно, есть репутация, опыт, прочее, завтра такую историю создадут кто-нибудь еще, и где гарантия в том, что, раз нет государственного контроля, что эта оценка будет объективной, в открытости, я считаю, что открытость, это единственная возможность доказать кому-то, что это чего-то стоит, методика будет по большей части открыта, то есть закрытой будет, ну, потому что мы там планируем, открытости нужна экспертиза, чтобы оценить степень адекватности методики, лучше экспертиза на рынке, когда ты заказываешь отчет, аудит у Pricewaterhouse, то есть это чего-то стоит, в принципе, мы считаем себя в рынке франчайзинга, чем-то вроде большой четверки, в мировом масштабе, и вот этим мы тоже готовы, то есть мы готовы положить на кон свою репутацию, чтобы показать, что некоторые франшизы, ну, не то чтобы лучше других, но вот нам очень важно еще понять, как мы будем именно выдавать им баллы, оценки или что-то еще, но во всяком случае мы хотим это сделать, вот, это точно не простой, не быстрый и неблагодарный путь, но мы хотим по нему пойти, потому что рынку все-таки какая-то объективность нужна, мы за как бы увеличение качества, Неинтересно называть объективностью решения одной компании, которая создает там услуги на рынке, находясь в конкурентном поле. Да, мы поэтому будем в это все, хотим в эту всю историю привлекать, собственно, действующих франчайзи, то есть имеется в виду некие отзывы, ну, реально подтвержденные, потому что, ну, рынок в том числе должен саморегулироваться, но кто-то должен создать инструментарий. Пожалуйста, у нас есть Google карты, Google создал инструмент, но пользователи делают оценки, дают баллы компаниям, иногда фейковые, но тем не менее. Ну, прекрасная инициатива, но предлагаю подвести некие промежуточные итоги. Правильно я понимаю, согласен ли ты подтвердить тезис о том, что сегодня рынок франчайзинга, особенно в Украине, или там, давай возьмем в шри, на постсоветском пространстве, он не зарегулирован, он стихийный, он не очень большой, там, в пределах в Украине 600 компаний, 700 может быть. С одной стороны, есть франчайзеры, которые продают франшизы, о которых мы мало чего знаем, их нужно верифицировать, и нужна внешняя экспертиза, например, такая, как у вас, чтобы понять, это вообще адекватные игроки, или неадекватные. С другой стороны, есть франчайзи, с которыми тоже все непросто, они должны иметь предпринимательское мышление, при этом заработать свои деньги, находиться где-то не в предпринимательской среде, быть где-то между наемным счетом и предпринимателем, их тоже нужно там отдельно отбирать, нужна экспертиза внешняя, чтобы их найти, и когда вот все эти факторы вместе сходятся, там, здесь адекватный человек, здесь верификатор тоже адекватный, попали в нужный сегмент рынка, не было черных лебедей, законодательство сработало, тогда из этого может получиться success story, то есть шансы на это, шансы на успех в франчайзинге зависят от примерно вот такого количества переменных, которые я проговорил, верно ли это? Да, все кроме стихийности, то есть в целом я не считаю уже рынок стихийным, просто стихийный рынок для меня похож на уличную торговлю персиками с земли, ну то есть сейчас уже не так, если раньше, там, 10 лет назад можно было, ну, по сути, вот так вот прийти и сказать, всем привет, у меня франшиза кофейни, как это сделал, там, Саша Воеводин, My Coffee, вот он реально просто разместил на своем, на нашем сайте в каталоге франшизу, которая еще, по сути, не существовала, и у него пошла история. На вашем сайте? Да, на франшизе. То есть вы как бы верифицировали? Не-не-не, это был каталог, тогда еще не верифицировали, да, это был каталог, слушай, это был каталог, такой же, как, я не знаю, на OX тоже можно какую-то хрень купить, поэтому в этом смысле верифицировали там какие-то базовые вещи, и у него все получилось, у него была одна из, первая франшиза кофейни, но сейчас такие подходы точно не сработают, это уже говорит о том, что рынок не совсем стихийный, нет, смотри, ты можешь прийти на рынок и пытаться сказать, вот у меня вот такое, покупайте, но рынок это не примет, у меня на прошлой неделе в пятницу я выступал во Львове, ко мне подошел представитель одной компании, франшизы, это наш клиент, поэтому не буду называть, вот мы давно с ним работали, это такая сеть известная, и он говорит, вот я не понимаю, что происходит, вот у меня стоит там открыть мое заведение 300 тысяч долларов, у нас классный проект, быстро это окупается, но вот почему хочется расти быстрее, я говорю, как вы сейчас растете, ну вот знакомые покупают, сарафанное радио, друзья и так далее, я говорю, вот ваш рынок сейчас ограничен, ваше количество ваших друзей, потому что за то время, что, ну, как бы вы живете, им уже там лет 20, уже все поменялось, и пандемия тоже показала, что люди сейчас не хотят инвестировать 300 тысяч в открытие одного заведения, они лучше откроют на 300 тысяч 10 заведений, или 8 других брендов, или разных брендов, таким образом дифференцируя свои риски, просто вы не понимаете, что Павел Игорь поменялись, а он мне пытался доказывать, что у него классный проект, говорю, вы не мне доказываете, вы рынку покажите, рынок это не хочет. О чем эта история? Эта история, это история о чем-то, ну, то есть, это история о том, что рынок уже не принимает все подряд, рынок уже говорит, у нас есть правила, я пришел от рынка, он меня сегодня прислал, чтобы я поговорил с тобой об этом. Ну вот, можете вырезать, но я имею в виду, что уже нельзя просто прийти, лишь бы с чем, тут надо все-таки уже минимально чего-то соответствует. Знаешь, ты сейчас сказал, смысл у всего был, не продажа персиков с земли, сейчас вот лежат персики на земле, стоит человек у дороги, продает проезжающий мимо трафика автомобилей, а сзади стоит садовод, который берет персик, и говорит, это хороший, продавай, этот не очень, и выбрасывает. Получается примерно так, верно? Ну, наверное. Ну, то есть, смотри, в итоге, просто единственное, с чем не согласен, со стихийностью, все-таки уже регуляция какая-то внутренняя есть. Спасибо, Роман. Давай твою книжку про рекламируем. Давай, хорошая книжка. Я правильно понял, что вот этот формат родился не в последнюю очередь благодаря вот этой книге? Да, абсолютно верно. Книга посвящена тому, чтобы показать, что оспорить можно в принципе все, что угодно, даже вещи, в которых совсем никто не сомневается, я их называю, социальные аксиомы, и книга «Наглядное доказательство» этого тезиса. Она спорит с гораздо более важными вещами, чем французами. Понятными и популярными вещами, с популярностью спорта, с непопулярностью коррупции, с популярностью моногамных браков и пользой путешествий и так далее. В общем, хорошая книжка. То есть, путешествовать не полезно? Путешествовать не полезно, более того, это вредит не только тому, кто путешествует, но и тем, кто живет в тех местах, где путешествует экосистемия земного шара в целом. что протер нам стол. Я думаю, мы оставим, наверное, ты оставишь, это же твое шоу, ссылочку в описании на твою книжку. И еще одно пожелание. Пожалуйста, так как это первый пробный персик стихийный, с земли, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько да или нет, и прокомментируйте, как вы считаете, дай, кто был сильнее, Роман или я? Если у вас есть свои доводы, которые не прозвучали на видео, тоже будет интересно. Да, мне кажется, поспорить с вами уже в комментариях. Да. Мы подарим две книжки автору самых интересных комментариев, авторам самых интересных комментариев, тому, кто защитит позицию Романа наиболее интересным образом, а тому, кто защитит позицию мою самым интересным образом две книги за франчайзинг против франчайзинга лучшим комментатором круто я даже подпишу напишу там что-нибудь вдохновляющее франчайзинг рулит но разумеется спасибо спасибо пока а